Павелёв, аж отвеков ищет вещами. Манлабей Малану. Вроде бы не немецкий вообще звучит. Это я по-литовски сказал. Аллилуйя! Потому что это очень большая моя была мечта. Я вчера на горе пережил такую благодать, что литовец единственный стоит сейчас на этой горе во Владивостоке. В Литве даже, наверное, и не знают, что где-то во Владивостоке есть эта гора. И мне было очень приятно это стоять. Грюс Готт, мои любимые брюдеры и швестеры. Бун Даба, их Даба, их Бин Едстан. Немецкий пошёл. Грюс Готт это земля, на которой я служил в Баварии. Там приветствуется так народ. С перевода с немецкого это значит мир Божий. Мир Божий. И знаете, так очень... Так много хочется говорить, потому что Господь в моей жизни столько сделал чудес и делает до сих пор, что, знаете, я постараюсь это как можно славнее донести до вас. Славнее и чудеснее. Потому что это Господь. И Господь меня нашёл в таборе таким образом. Сказал братьям, вы не поедете на свадьбу, праздновать брата свадьбу, поедете в табор. Они поехали в табор, там встретили меня. Было ощущение, знаете, передо мной стоят два человека. Мне казалось, что это студенты какого-то факультета. В очочках беленькие, ясные. А я стою на тот момент с 15-ти опытным стажем наркомании, отсидевшим в таких местах нехороших. И думаю, что они мне говорят? Что они мне говорят? Они говорят, мне Бог поможет. Знаете, что меня коснулось? Это было единственное место, где я никогда не был. У Бога. У Бога. Думаю, ну надо ехать, потому что иначе я здесь умру. Я просто здесь умру в этом таборе. Предложили, надо ехать, тем более еще и бесплатно. И слава... Ну я такой был, знаете, я любил, ну, бесплатно. И Господь бесплатно пришел в мою жизнь. Слава Ему! Слава Ему! Знаете, я 7 лет мечтал сюда попасть. Думаю, Господи, у меня же есть церковь большая. Огромная. Но она находится очень далеко. Это большая благодать, что я сейчас стою здесь перед вами. И у меня так много братьев и сестер. Это мощь. Но это не все. Спасение моей душонки, это как бы... Это очень мало, потому что, знаете, стоило только выбрать позицию Христа и отстаивать Его Слово. Как я приехал домой и засвидетельствовал своей матери, она у меня тоже была наркозависимая. Она поехала также на реабилитацию. Сейчас она служит в Литве. Слава Богу! Это все Ему слава. Знаете, это тоже не все. Потому что служа в Баварии на земле... У меня еще два брата есть. Один наркозависимый, другой алкозависимый. Служа на этой земле, я молился о них. Думаю, ну я там ничего не сделаю. Потому что у нас было такое общение. Вот этот шрам на бороде, это от моего младшего брата. Он чуть не перерезал мне горло, я вовремя убрал голову. Он мне разрезал бороду. У нас были такие отношения, что мы были больше враги. И тут, в прошлом году, примерно в это же время, примерно в это же время, он принимает решение поехать на реабилитацию. Слава Богу! Слава Богу! Приехал он, правда, в январе. Уже скоро год. На данный момент он там со мной, в команде, помогает мне служить Господу. Служить Господу. Мы с ним даже сделали пророческое действие. Жаль, у меня есть фотографии. После Вильнюсской конференции было высвобождено, что мы должны молиться и благословлять какие-то проклятые места, какие-то вот эти всякие штуки. У нас там в Ингольштадте, в Баварии, змея. Это колонка, откуда пьют воду. Мы думаем, надо все-таки это, промолить ее. Мы взяли Ильей, пошли, вылили просто ей на голову с братом, помолились. Ну, сделали. Мы люди, что мы можем дальше делать? А после этого начинается дальше волна. У меня брат второй, он жил в Англии. Он тоже принимает решение прийти к Богу. Слава Иисусу! Знаете, когда он принял это решение, на тот момент у него уже был стаж больше моего. Потому что 15 лет только я был в этом проклятии, а уже 8-й год, как я во Христе, он не останавливался. То бишь, у него уже за 20 лет стажа получается. Знаете, когда он принял это решение, я оставил все, я понял, что это воля Божия. Я должен сейчас оставить все, прыгнуть в машину, ни на каких самолетах, и ехать просто в Англию. Я съездил туда, отправил его. Знаете, что я увидел? Человек с таким стажем, имея возможность еще дальше продолжать употреблять, на это есть и финансы, и возможности, и все. Он это все отдает. Я его отвожу в Лондон на самолет, сажаю и отправляю его в Марсель. Сейчас он спасается в Марсель. Аллилуйя! Аллилуйя! И про эту гору Илья высвобождал, это так же произошло с моим братом. Есть фотография, где он валяется на горе, вот так, просто валяется. И я вижу, может, там где-то ему и плохо, но он... Потому что он на метадоновой программе уже последние года 3-4 стоял. Но он там счастливый валяется. Знаете, невозможно быть несчастливым. Он отдал возможность употреблять и поехал для того, чтобы избавиться от проблемы. Господь там двигается. Знаете? И слава Богу! И немножко о месте, где мы сейчас служим. Сейчас такая у нас прекрасная атмосфера. Мы начинаем служение. Спустя 3 года, как мы находимся там, у нас начинается там служение. У нас там уже есть домашняя группа. К нам ходят люди. И Бог дает такие знамения, как освобождение от нехороших вот этих духов. Мне на день рождения, когда я пригласил людей, которые... Ну, я не хотел праздник просто тратить для того, чтобы покушать. Я пригласил людей, которые живут состоятельно. Это шеф, где я работаю, и его дама, которая имеет также фирму свою, чтобы можно было послужить ему. И знаете, пока мы служили, Бог дал ей освобождение. И это содействовало покаянию. Слава Иисусу! И самое прекрасное, что люди, которые переживают Бога, они говорят, что это было? В Германии вообще много не понимают. Для них очень дико. Когда мы приезжаем свидетельствовать, они нас сидят и слушают с открытыми ртами. Как это так? Ты же должен был умереть. А ты тут сейчас стоишь, они просто... Вот такое ощущение. У них рядом, в каждом городе люди умирают, они этого не видят. А мы приезжаем просто с Богом, свидетельствуем это. А они такое делают вид, как будто это не первый раз видят. Они думают, что это просто невозможно. Знаете, для Бога все возможно. Мы ездим по тюрьмам, мне Бог дал такую благодать, что я попал на свидание с человеком, которому в Германии просто дали пожизненно. Он сделал большое преступление с расчленением тела. И через его мать она вышла на нас и говорит, он хочет постараться начать жить заново. Я говорю, если он хочет, я туда поеду. Потому что я уже ездил два года назад тоже к одному парню в тюрьму. Я говорю, если ты будешь верить и будешь на Бога полагаться, он тебя оттуда вытащит. Он встал перед судьей и говорит, я принял решение пойти к Богу за свидетельством. А он там уже стоял перед этим судьей раза четыре. И его сажали. Стоило ему только произнести Иисус, церковь, как судья сказала, знаешь, я верю тому, что ты говоришь. Вот это письмо ходатайственное, которое мы написали, что мы, люди Божьи, да, церковь, мы как бы возьмем его к себе, чтобы ему помочь. Судья говорит, слушай, я верю тебе, иди. Иди. Да, его освободили. Но судья говорит, если ты не будешь делать так, как ты сейчас нам говоришь, когда ты еще раз перестанешь передо мной, я тебя закрою по максимуму. Слушай, он убийство с расчленением. Не, это другое. Другое, да. Это с убийством с расчленением. Он сейчас в такой позиции, он не понимает. Я говорю, если ты сейчас просто примешь решение, что ты хочешь идти к Богу, да и скажешь об этом мне, потому что он закрыт от этого. Он не верит в это, потому что его там загнобили. Ему не дают ни свиданий. Мне дали свидание чужому человеку. Туда могла пройти только мать. Только мать и отец. Сестра родная. Три человека, которые к нему могли пробраться. У него жестокое убийство с расчленением. И какую-то часть закопали, какую-то сошли. Это очень жестоко. И пустили. Мне стоило только написать, кто я, откуда. Отправить конверт. Мне сказали, приезжай без проблем. Правда, пока мы с ним общались, там очень много полицейских приходило и за мной смотрели, потому что для них было это очень интересно. Что я тут делаю? Я говорю, ну пускай смотрят. Что нам? Я говорю, я тебе приехал помочь. Там, о чем они думают, ни разницы нет. На данный момент он как бы в таком состоянии решается, что там надо делать. Я ему объяснил, что пока ты не захочешь, чтобы тебе Бог помог, Он тебе и не поможет. Вот, слава Богу. Мы ездим служить в большие города, в Мюнхен, в Мюнберг. Знаете, люди, которые слышат о славе Божьей, зовут нас к себе. Сейчас, завтра, моя супруга поедет в церковь тоже, где около 200 человек и будет также прославлять там Иисуса. Потому что у меня Бог дал супругу, Ирина Соколова. Может, кто-то слышал ее? Слава Богу. Она тоже будет служить завтра, свидетельствовать, потому что об этом должны знать все, что творит Господь. Ездим в Мюнхенберг, где также приходим на площадки, где люди зависимые, и нас спрашивают, что вы тут делаете, что вы хотите? Мы говорим, мы ничего не хотим, мы хотим тебе помочь. Чем ты мне поможешь? Я говорю, как, чем? Пошли, увидишь. Пошли, увидишь. Слава Богу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова